Это Финам-ФМ. Начинаем большое реальное время с 19 до 21 часа. Гости здесь в московской студии прямого эфира, а в следующем часе итоги дня. Тем масса, темы важные. Я даже не буду перечислять. У нас, значит, спор будет принципиальный, я вам могу сказать очень коротко по следующему часу. В итоге дня, значит, появившиеся сообщения о том, что якобы в скандальном законопроекте о штрафах за митинги появилась такая норма, да, о том, что якобы за записи в социальных сетях за посты будут наказывать. Значит, я вам могу сказать, я пообщался сегодня с представителями двух фракций, Единая Россия и КПРФ. Это было нечто. Я просто советую вам в следующий час обязательно слушать. Единая Россия опровергает все это, говорит, что ложь, КПРФ, в свою очередь, обвиняет единороссов во лжи. Вообще, конечно, патовая какая-то странная ситуация, какое-то чудачество. Общаешься вроде со взрослыми мужиками, а получается непонятно что. Но на самом деле у нас с вами есть критерий. 5 июня это день второго чтения. Вот мы и посмотрим, кто лжет. Я вам обещаю, 5 июня я сообщу, кто лгал, Единая Россия или КПРФ. Потому что вот там уже появится эта строка не в качестве законопроекта, а второе чтение, принципиальное чтение. Третье чтение, это запятые точки. Там ничего не происходит. А вторая тема, решение по одному из фигурантов Кущевского дела. Я думаю, многих сегодня это шокировало. Этот штраф, будут адвокаты, будем общаться по этой теме. Третья тема, геополитика, связанная с визитами Владимира Путина. У него начинается вояж Минска-Берлин-Париж. И там, безусловно, замес такой вокруг Ближнего Востока. Евгений Сатановский будет нашим собеседником. Ну и четвертый хит сегодняшнего дня. Это максимум, которого достиг трехлетнего, максимум, которого достиг сегодня американец. Американский доллар на торгах ММВБ. Пробета была даже в какой-то момент отметка в 33 рубля за 1 доллар. Что происходит? Как реагировать физиком? Чего нам всем ждать? Вот об этом, обо всем в следующем части с 20 до 21. Прямо сейчас я представлю вам своих гостей. Финам-ФМ. Реальное время с Юрием Бранько. И тему программы. Значит, здесь, напротив меня, в московской студии, Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. И Юрий Несневич, политолог, профессор высшей школы экономики. Юрий Леонидович, добрый вечер. У нас будет очень сложная тема. Очень сложная тема. В чем сила и слабость президента Владимира Путина? Я думаю, что вам также есть что сказать. Поэтому напомню, средства коммуникации, многоканальный телефон 651099, 6 код Москвы 495 и финам.фм. Это, соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Звоните, пишите, высказывайтесь, активно участвуйте в разговоре. Кстати, на сайте идет и прямая веб-трансляция из нашей московской студии. Михаил, давайте я с вас начну, да? Как скажете? С вашего позволения. Вот в чем сила президента Путина? Прямой вопрос, да. В чем сила, брат? Он один из тех, кто... В правде, да? Да, в правде, да. Если уже цитировать. Не случайно, кстати, вот эта аллюзия возникла. Он один из тех, кто довольно быстро в российской политике понял, что выигрывают не одиночки, выигрывают команды. Что выигрывают, ну, некие такие политические кланы, да? И вот такая команда, в каком-то смысле, в политике 90-х годов была, ну, наверное, вот эти вот пресловутые реформаторы, либералы-реформаторы, они держались какой-то бандой. Вот, значит... Банда Гайдара. Да, да, да. Звучит, по-моему, в 8 месяцев это всегда. Нет, они потом держались на разных позициях. Я здесь не будем применьшать значение. Вот. А путинская команда, вот он, так сказать, по другим принципам, по принципам неидеологической близости, по принципам личного доверия выстроил, она, в общем-то, держит власть до сих пор. Именно как команда. То есть его сила, главы нынешнего, главы государства, это его команда. Его окружение. Не потому что команда сильная, а вот этот вот принцип коллективных действий, принцип коллективного сетевого контроля. Я своих не сдаю. Ну, в том деле, это одно из проявлений этого принципа. И, кстати, и эта же слабость. Из этого принципа вытекает кадровая политика, основанная на том, что своих людей надо делать компетентными, а некомпетентных людей делать своими. То есть мы видим, что эта философия управления позволяет удерживать контроль над общественной системой, удерживать власть, просто говоря. А вот с развитием сложнее. А власть надо удерживать. Ну, нет, чтобы, естественно, если человек попадает во власть, он должен и удерживать. Это законы жанра. Ради чего он туда шел. Это Михаил Ремезов, Юрий Несневич. У меня была... Юрий Анатольевич, сразу прошу. То есть сейчас не о слабом, а все-таки о сильном. Я понимаю. Нет, я как раз все внимательно послушал. У меня как раз вот пункт по поводу «Своих не задаю» был третьим пунктом, только с некоторым нюансом, связанным с тем, что, понимаете, это, конечно, сильная сторона, только страну жалко. Потому что всю страну отдали на разграбление, ну, давайте называть вещи своими именами, неограниченной кучки ограниченных людей. Так сказать, вот тех самых друзей, которых не сдают. И это же определило, я абсолютно с Михаилом Сазасин, форму управления. У нас не Путин управляет страной. У нас страной управляет именно вот столкновение, интересы вот этих вот межклановых разборок. Это, с одной стороны, это как бы сильная сторона, он для них такая контрагайка хорошая, да? А с другой стороны, я еще раз говорю, страну жалко. Вторая вещь, которую я бы отметил как сильную сторону – блестяще сыгранная роль крошки Цахиса. Ну, если наши телезрители давно не читали сказки своим детям, то я напомню, что был такой замечательный немецкий сказочный Гоффман, у которого была замечательная сказка про крошку Цахиса. Это такой, как бы аккуратнее сказать, такой маленький человечек, которому добрая фея дала замечательные качества, и все его не воспринимали в его натуральном виде, а воспринимали как некое, так сказать, полубожество. И все благие дела, которые делали с ним, приписывались ему. Но в этой сказке есть очень интересные вещи, которые очень, кстати, сегодня ассоциируются очень хорошо. Кто не поверил в этот образ? Студенты и представители художественной интеллигенции. В результате, чем крошка кончила? Ну, я в данном случае назову реальный финал сказки «С горе утонуло в собственном ночном горшке». Это сказка. Это сказка. Вот этот образ реально сыграл Владимир Путин. Играет, продолжает играть, потому что все, что делается, это не то, что есть на самом деле. Понимаете? Вот этот вот образ, он так, вот так это все играется. Все эти истории с амфорами, истории я не знаю, каких только мы не знаем. И даже с точки зрения управления страной. Мы вот только что говорили о том, что пробит коридор, так сказать, пробита планка доллара. Что нам несколько месяцев назад господин Путин говорил? Что нет, никакого кризиса. У нас страна лучше всех выдержала кризис. И вот не прошло буквально-то с этих двух недель, как мы это наглядно видим. Это очень важная вещь, на мой взгляд. И есть еще одна сильная, на самом деле сильная сторона с точки зрения политики. Вот все, что господин Путин обущает, он не выполняет ровным счетом ничего. Вспоминаем первый срок. Догнать и перегнать Португалию. Ну, это такой, ясно, хрущевский. Догнать и перегнать Америку. Второй срок. Давайте удвоим ВВП. И так далее, и так далее. Ну, как с гусь вода. Вот не пристает это к нему. Вот все, кстати, обещания, которые не выполнены. Сейчас будет третий срок. Опять же, невыполнимые обещания. Экономисты подсчитали на 9,9 триллиона рублей разданные обещания. И общество не предъявляет. И общество, вот. Мне задают вопрос, а до каких пор это будет? Я всегда говорю, ребята, а пока вы верите в эти обещания. Но самое главное, что вот как бы до сих пор, до последнего времени, это пока, как политической фигуре, это никак. Не приставало. Это феномен? То есть, если это феномен, да, если не пристает, то почему? Ну, как бы люди рады... Есть же этому объяснение? Наверное, есть, потому что люди рады были обманываться. Но вот этот вот пелена... Это всегда приятно. Да, всегда приятно. Но вот эта пелена на наших глазах спадает. Вот что мы сейчас видим. Михаилович, с чем согласны, с чем нет? Путин сакрализован? Вот в массовом сознании? В массовом сознании нет, не думаю. Больше того, я думаю, что формула его успеха была связана с тем, что он совершенно не имитировал вот этот сакральный образ власти, который, как ни странно, был больше присущ ельцинской модели, вот, такого священного царя своего рода. Он довольно адекватно выразил более такой современный, неявный образ лидера, который существовал в массовом сознании как компетентного, адекватного человека, внутренне сильного и в чем-то созвучного народу. И его за это ценили. То есть он в существенной степени зеркалил ожидания общества, значит, практически не навязывая ничего своего. И думаю, что даже отчасти и сейчас, сейчас у него гораздо больше своего наросло. Вот какого-то именно своего креда, своих предвзятостей в отношении разных вопросов. Значит, ну, я думаю, что и сейчас он может зеркалить, он, так сказать, но, хотя, наверное, на первом сроке это было гораздо, гораздо больше выражено. Мы сейчас прервемся на краткие новости, затем продолжим тем программы. В чем сила и слабость президента Путина? Звоните, пишите. 19 часов 18 минут, большое реальное время. У микрофона Юрий Пронко здесь, в московской студии Михаил Ремезов и Юлий Несневич, 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, и финам.фм, наши средства коммуникации. Звоните, пишите, тем программам, в чем сила и слабость президента Владимира Путина. Михаил, вот вы сказали, да, есть команда, есть команда, да, которая сформирована, может быть, не по принципу профессионализма, но по принципу лояльности и преданности железобетона, да. Президент Путин контролирует ее? Насколько, в какой степени он контролирует тех людей, которые, ну, ближнее окружение, дальнее окружение, среднее окружение, все-таки это люди, которые непосредственно с ним взаимодействуют и влияют на его решения? Ну, скорее, как арбитр. То есть он выстраивает не столько вертикаль власти, если брать именно реальный механизм принятия решения, сколько сеть. В этом смысле он очень продвинутый человек, у нас все говорят о формировании сетей. Он создал раньше всех. Он создал и раньше всех, он свою сеть уже он создал, да, значит, и он там, так сказать, сисадмин, так сказать, такое, но юзеры, они сами, так сказать, проявляют активность. Мне понравилось это сравнение, да, значит, сисадмин, с одной стороны, а с другой стороны... Модератор, как это называется. Да-да-да, если терминами твиттера фолловера, да, вокруг которые расселись. Но все-таки он принимает решения. Он, как сказать, он арбитражный суд, конечная инстанция, вот, а, я думаю, огромное количество конкретных решений, в том числе системообразующих, принимается в системе. Вообще, на мой взгляд, не стоит переоценивать проблему под названием Путин, потому что это псевдоним системы. То есть необходимо анатомировать, ну, вот ту элитно, так сказать, кланово-бюрократическую систему специфическую, которая у нас сложилась, анализировать ее. Путин — это ее псевдоним, Путин — это не Кащеева игла системы. Юрий, я так понял, вы с чем-то не согласны? Нет, наоборот. Я много времени говорю приблизительно то же самое, что говорил Михаил, но никогда не слышал. Первый раз я слышу человека, который, в общем-то, вполне в пандант, за исключением одной вещи, пожалуй. Он, понимаете, он не арбитр. Действительно, не он принимает решения. Скорее, люди, которые принимают решения, он их заложник. Я даже все время написал статью, что он бы с удовольствием ушел из власти, если бы они его отпустили. Он, скорее, играет роль такой контрагайки, потому что между ними существуют конфликты интересов. Серьезные конфликты. Серьезные. И он, и, так сказать, для них такой балансир, скорее. Это не судья. Это именно человек, который, так сказать, пытается выстроить баланс их интересов, чтобы система не распалась. А давайте с вашей помощью мы поймем, а что это за группировки. Секундочку. И второе, на самом деле, не он первый. Вот если кто-то, ну это, так сказать, уже дела давно минувших дней, вот таким же образом появился Юрий Михайлович Лужков в свое время в Москве. Москва, которая была очень кланово устроена после советской власти. И Гаврил Хритонович Попов, который понимал, что он с этими, так сказать, клановыми разборками не справится, он нашел человека, который будет играть роль контрагайки, чтобы не произошел коллапс вот этой мафиозной системы. Вот. Это конструкция. А группировка? Группировки, они очень разные. Вот мы знаем, кстати, очень сильные экономические группировки, там, я не знаю, ну, например, того же Сечина, который сейчас, ведь, понимаете, вот все говорят, Сечин ушел из правительства. Сечин ушел на позицию, которая в этой системе, которая существует, сильнее любого правительства. Он ушел на ту самую Роснефть, которая имеет больше всех запасов. То, на чем держится наша система, из-за чего мы сегодня, кстати, проваливаемся. Он занял позицию... Вы имеете в виду вот те новости, которые мы минуту тому назад послушали. Да, 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 да. Он занял позицию того же Миллера, только Миллер такой разводящий, а это человек властный. И он будет давить своими решениями намного больше, чем в правительстве. Есть братья Рутенберги, есть братья Ковальчуки, там куча таких вещей. Есть, кстати, группировки, которые остались еще из предыдущих эпох. И весь этот разговор о том, что там равное удаление олигархов, ничего подобного. Просто произошла перегруппировка вокруг власти тех же олигархических структур во многом. А что, компания, связанные с Фридманом куда-то делись? Или с Потанином? Да, у них немножко, так сказать, произошло изменение, но они все сохранили свое влияние. И между ними существует все время конфликт интересов. И мы, кстати, периодически видим, как эти конфликты интересов выплескиваются наружу. Более того, появились новые группировки. Ну, я вам вспомню знаменитую статью Черкесова, да, «Воины не будьте торговцами». Это что такое? Это те же самые группировки. Причем идет война между силовыми структурами разные, которые крышуют разный бизнес. Вот система, которая сегодня работает. У меня вот представляется, что Путина это на самом деле крайне раздражает. Ужасно раздражает. Я еще раз говорю, я перед вторыми... Я бы вспомнил вот эту историю с Черкесовым связанной, да? Безусловно, безусловно. Вот у меня глубокий убеждений. Я, как вы понимаете, не очень к нему как политическому деятелю отношусь, но мне... Я по-человечески его могу понять, он бы с удовольствием ушел. Потому что он может сейчас, так сказать, ну, известна такая, как бы, его позиция, что основное его желание это, так сказать, жить хорошо и получать много денег. Это, как бы, такая немножко легендарная... Но это нормальное человеческое желание, да. Его не отпускают, потому что они боятся, что другой контрагайки-то не найдут. И, конечно, а вы вспомните, когда после того, как Медведев стал президентом, он стал премьер-министром. Обратите внимание, стилистика поведения, не изменилась. Он стал, мягко говоря, разговаривать через губу. Он себе, кстати, в первый срок, а второй такого никогда не позволял. Вот. Михаилов, контрагайка? Ну, вот я бы применил другой образ. Он не архитектор системы, он ее инженер. Он получил в наследство от Ельцинской России определенную систему власти собственности, вот вместе с Литой. И он ее оптимизировал. Он ее усовершенствовал. Он, так сказать, Ельцинскую Россию подчистил и потом залакировал. Но это Ельцинская Россия. Мы живем в Ельцинской России, просто оптимизированной. Вот. И это касается и демократии, и олигархии. То есть, положение с демократией, я имею в виду. То есть, ситуация блокированной демократии. Когда вроде здесь какая-то конкуренция, там больше или меньше. Но невозможна смена власти публичной через выборы. Вот. И олигархия, то есть, ситуация крупнейших каких-то элитных кланов экономических, которые критически влияют на принятие решений. Но Ельцин говорит о том, что он заложник. Вы согласны с этим? Он заложник, но заложник не конкретных групп, а заложник систем. Система. Я говорю, что балансы групп. Миша называет эту систему, а я называю это баланс вот этих интересов. Да, может или не может уйти? Нет, я не считаю, что он не может уйти. Я считаю, что, так сказать, давно усталый раб замыслил «я побег». Если бы он замыслил, он мог бы сценировать собственный уход таким образом, чтобы не разбалансировать систему и сохранить для себя все какие-то критически важные для него интересы. Например, предстоящие, положим, 6 лет, мне кажется, оптимальным временем для того, чтобы это сценирование произвести. То есть вот как раз сейчас наступает время подобрать преемника и легально передать власть, легитимно передать. Да, легитимно передать власть, причем преемника, на мой взгляд, оптимально со стороны конструктивной оппозиции. Даже так. Смело. Да, очень смелое предположение. Как модель транзита это было бы оптимально. Просто на самом деле, в чем преимущество Путина как потенциального демократизатора перед всеми остальными? Что демократизация это очень сложный процесс, связанный с рисками разбалансировки. А сейчас у нас есть президентская власть, сильный человек на президентском посту, который может удерживающим быть, который может контролировать какие-то критические параметры системы, чтобы эта разбалансировка не произошла. А внутри можно экспериментировать с конкуренцией. Отсюда есть возможность пробовать и ротировать правительство через механизмы парламентского большинства. Можно выбранность губернаторов расширять. Просто потому что есть человек, который может витировать ситуацию в случае, если она зайдет не туда. Но все это нужно для того, чтобы в какой-то момент возникла альтернативная правящая команда, которой можно не опасаясь краха передать власть. И не опасаясь за себя. Не опасаясь за себя в том числе. Это Михаил Ремезов. Звоните, пишите. Задумался? Расскажи нам. Позвони прямо сейчас на 65 10 99 и 6. Либо напишите на финам.фм. Юлий, вы с этим не согласны? Или согласны? Я пытаюсь, знаете, найти то, что против... Я чувствую, есть у вас противоречие. Безусловно. Дело в том, что Михаил, он такой, я бы сказал, оптимист, а я в этом смысле пессимист. Это не прогноз то, что ты сказал. Это возможность. Возможно, да? Я думаю, что искренне желание Михаила, как оптимиста, видеть вот такое развитие системы. Да, заметьте, мы тоже с вами схватились за это. Безусловно. Вариант. Нет, но я могу точно сказать, что такого развития системы в силу ее органики просто быть не может. Это такая фантасмагорическая ситуация. Понимаете? Борьба кланов, она не позволит найти решение. Мы это все время и видим, кстати, что система на самом деле идет вниз по наклонной. Второе, что происходит с этой системой, это мы тоже видим. Она начинает вытеснять из себя любых неординарных людей. Система, которая не имеет кадрового обеспечения неординарными людьми, она обречена. Вот я всегда привожу пример. Вот смотрите, как бы мы ни относились к Юрию Михайловичу Лужкову, но согласитесь, что это был неординарный такой яркий политик хрущевского типа, но он плоть от плоти системы. Он даже в своей траектории где-то обгонял. Вместо нее появляется господин Собянин. Ясно, что совершенно другого качества фигура. Второй пример. Как бы мы с вами не относились к Владиславу Суркову, мы должны признать, что он человек неординарный в каком-то смысле, да? Но во главе самого главного органа вместо него появляется кто? Господин Володин. Но один из специалистов очень точно сказал, простой, как граненый стакан. Вот. И вот эта система, она таких людей всех вытесняет. Мы только что с вами обсуждали, как поменялась Единая Россия, в которой было вполне много вменяемых людей. Но их тоже постепенно всех вытесняет. Это правда. И вот такой системы не может быть вот того замечательного сценария, о котором, говорит, не может. Это не ее органика. Ну, из того, что вот реализуем, мы на самом деле реализуем сценарий нового преемника, я бы так сказал. Вот. Безусловно, стимулировать оппозицию к тому, чтобы она подросла и смогла на демократическом маятнике взять власть, конечно, это, так сказать, действительно благие пожелания. Хотя, вот с какой точки зрения это оптимум, так сказать, вот с точки зрения некого баланса интересов. Вот. Но вот понять, что в какой-то, что уже, так сказать, в ближайшее время необходимо готовить нового, новую фигуру преемника, человека, который может замкнуть на себя новые массовые ожидания. Вот. Из нынешнего истеблишмента, ну, вот, так сказать, не отыгранная карта. Не обозначая явно. Вот, понимаете, есть такая российская традиция, да? Как только перстом указали, причем как на федеральном, так и на региональном уровне, мочить начинают так, и столько о себе интересного узнаешь. Конечно. Нет. И второе, понимаете, в чем дело? У меня вопрос. Сейчас у системы не вопрос преемника. У нее возник вопрос выживаемости. Ну, только это и есть технология выживаемости. Нет, но преемник не спасет. Смотрите, что происходит. Вот. Мы сейчас видели все эти протестные настроения. Мы прекрасно, так сказать, специалисты, понимаем, что это еще такой первый звоночек, это еще не настоящий протест. Да. А ведь когда появится настоящий протест? Когда выйдут на улицу, те люди, которые голосовали за Путина, те, кого заставляли приходить на митинги, а когда они выйдут на улицу? Когда система не обеспечит ожидания. Когда не обеспечит вот те обещания, которые были даны. А мы на глазах видим, как это рассыпается. И никакой преемник от этого не спасет. Это Юрий Несневич. И какой преемник от этого не спасет? Почему? Какой-то может и спасти, и замкнуть на себя новые массовые ожидания. Это, кстати, в свое время сделал сам Путин. Как Путин это сделал? Что интересно, на мой взгляд, люди с поклонной горы, люди с болотной площади хотят примерно одного и того же. То есть не стоит переоценивать вот эту дистанцию антагонизма между ними. И поэтому вот этот вот код за власть, против власти, от власти или от оппозиции, он в критических случаях может быть нерешающим. Поэтому протестное настроение можно замкнуть на новую фигуру из истеблишмента. Продолжим сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 31 минута. В чем сила и слабость президента Путина? И здесь, в московской студии, наши эксперты Михаил Ремезов и Юлий Несневич. Господа, вот я сейчас, Михаил, толкнусь от вашей фразы по поводу «не стоит переоценивать антагонизм между болотной и поклонной». Ну, это образно говоря, между одними и другими. По-моему, на прошлой неделе я провел смс-сообщение, смс-голосование, попросил наших слушателей. У меня был Александр Любимов, да, ну, очень близкий человек к Михаилу Прохорову. И он мне то сказал, в общем-то, у Путина очень сильные позиции, на самом деле, в России, да, не стоит недооценивать это. У него хороший бэкграунд, да, у него есть проблемы, да, есть определенная усталость общества, но тем не менее, да. Я спросил у наших слушателей, стоит ли российской оппозиции отказаться от лозунга «Путин уходи». Ну, то, что вот очень часто мы слышим, да, и шестое, когда я там находился, я слышал, для меня было потрясением. 58,5% наших слушателей, при том, что проголосовало более тысячи человек, я сейчас уже просто не помню, да, то есть очень большой, за маленький промежуток времени проголосовавших, 58,5% сказали, да, оппозиции стоит отказаться от лозунга «Путин уходи». Абсолютно правильно согласен с этим. Вот я хочу теперь понять, но ведь есть проблемы экономические, политические, есть, в конце концов, усталость. Слушайте, 12 лет, это большой срок, и еще 6, 18 лет. Но лозунг «Путин уходи» углубляет все названные вами проблемы, потому что он, это Путина центричный лозунг, значит, антипутинская повестка, вот выстренная вокруг этого человека, это тоже изощренная форма такого путинизма, значит, и потому что то, чего нам не хватает, нам не хватает... Если вы хотите сказать, льют воду, на самом деле, на путинскую мельницу. Ну, в каком смысле, да, не хватает ведь альтернативы на уровне повестки дня, на уровне кадровой, командной, программной, вот этого не хватает, соответственно, как только альтернатива где-то будет нарастать, вокруг нее нужно, ну, их будет несколько, да, я надеюсь, значит, вот вокруг этих полюсов кочек на болоте, и нужно собираться. А лозунг «Путин уходи», когда все в один антипутинский котел сливаются, он приводит к тому, что этого никогда не возникнет. То есть это размытие? Это размытие, конечно, да. Юлия Вашляк? Я думаю, что тут Михаил где-то сам себе притерпит, он очень точно сказал, что Путин — это олицетворение системы. Это не я сказал, это Михаил сказал. Поэтому лозунг «Путин уходи» на самом деле, но большинство людей, которые его произносят, это не вопрос лично Путина, это вопрос системы. Система уходи. А значит, уже альтернативы какие, да? То есть, а что в системе вам не нравится? Олигархи не нравятся, или литократии не нравятся, или что-то еще? И там уже возникают разные варианты. Нет, сама система не нравится, потому что вы правы, у людей из Болотной и в будущем, не сегодня с поклонной, совершенно четко обозначены сегодня четыре проблемы, которые всех объединяют. — Безопасность, здравоохранение, образование и ЖКХ. Это, вообще, вот я последний день... — Ну, если в безопасности правосудие включить? — Ну, естественно, да-да-да, естественно, безусловно. Значит, вот, и эти системы, вот сама существующая система власти не может исправить эту ситуацию. Вот вы мне, так сказать, может быть, есть светлые головы, которые предлагают решение, но система не будет... — Не, ну правильно, но Путин уйдет, там придет кто-то другой, будет то же самое. — Да, но дело-то... — Будет то же самое? — Нет, 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 вот тут вот в чем вопрос. — В том-то дело, надо показать, что почему не будет то же самое. В чем отличие? — Тут вопрос, что будет, когда произойдет смена режима. Вот меня уже давно обвиняют, так сказать, в некой идеологии новой революции, но я глубоко убежден в одном. Починить жизнь людей, в данном случае, не системы, может, тогда, когда придут другие люди к управлению страной, вообще, которые не связаны, как вы правы, ни с предыдущим режимом, ни с путинским, нету другого пути. Понимаете? Нету другого пути. Вот замена одной фигуры на другую не решит система. — Хорошо, согласились. — То есть, тогда Путин уходит, уходи с системой, и должны прийти совершенно другие люди. — Так адекватным способом сказать Путин уходи, это предъявить альтернативу, создать альтернативу. — Она создастся. — Нет-нет-нет, сначала уходи, потом альтернативы, так не будет. То есть, если кто-то хочет сказать Путин, уходи политически, ответственно и убедительно, он должен говорить не Путин, уходи, он должен говорить, что, я не знаю, там у нас есть другая дорожная карта реформ образования, значит, и здравоохранения. — Михаил, это то, к чему я призываю всех представителей оппозиции, что параллельно, так сказать, с выступлениями массовыми, необходимо делать еще одну принципиальную вещь. — Нарабатывать те программы, которые воплощают эту альтернативу. — Да, безусловно, но это надо нарабатывать, моментально это не создается. Понимаете, я тоже наблюдал все эти выступления, понимаете, они, выступления даже оппозиционные, они же разбились как бы на две совершенно разных потока. Один поток — это, условно говоря, наиболее, так сказать, экзальтированная старая часть, которой нужны вожди на уровне вожди 90-х годов, в которой не работает система. Основная масса, так сказать, она как раз говорит о том, что, нет, ребята, мы живем в другой век, мы живем в другой технологии, нам нужно все совершенно другое. Понимаете? И вот из этой части, вот из нее только может быть вырасти и команды, и новые программы. И вопрос сегодня в другом. А как инициировать, чтобы было не разговор, а под какого вождя строиться? Потому что эта технология старая, она не сработает. А как инициировать вот эту самую сетевую координацию, выработку новых проектов и, так сказать, появление новых команд? Вот проблема вся в чем. Вот смотрите, у нас два из вечных вопросов, кто виноват, что делать. Ну, здесь еще можно найти ответы. Но, по-моему, появился у нас еще один современный вопрос. Я думаю, он не будет вечным, да? Ну, по крайней мере, в силу физиологии человеческой. Есть ли альтернатива Путину? Я с этим вопросом практически ежедневно сталкиваюсь, да? Причем с людьми образованными, там, с коллегами-журналистами, с политиками, да, с бизнесменами. Мне все в Аудисон говорят, ну, а кто? Вот реально, кто, да? Нет, а вот тут и зарыта системная ошибка. Вопрос не в альтернативе Путину как лидеру. Вот тут мы, я понимаю, понимаете, изменилась система управления государством. Вот изменилась технология лидера, за которым все идут. И на самом деле не альтернатива Путину нужна, а альтернативно людей, которые возьмут на себя ответственность, у них будут планы реформировать, и они будут это делать. Это не один человек, который как лидер. Время лидеров, время лидерской политики прошло не только в России, во всем мире. Михаил, хочу услышать ваш комментарий. Я просто считаю, что альтернатива Путину, это альтернатива образовательной политике Путина, которую он проводит с начала нулевых годов. Это альтернатива миграционной политике Путина, которую он проводит с начала нулевых годов. Это альтернатива, положим, тому крену в реформе армии, который наметился с начала нулевых годов. Ну и вот по этим позициям. То есть это предметные темы. И причем, понимаете, по каждой из этих тем альтернатива может быть, позиция может быть сколько угодно жесткой. То есть я не призываю быть пушистыми, можете быть радикалами, но будьте радикалами конкретными, предметными. Но если вы предметные, вы вынуждены будете погружаться в детали. А детали уже плохо совместимы с абстрактным, так сказать, ну и таким риторическим троцкизмом, так сказать. Вот понимаете? До основания, а затем. Вот этот троцкизм никому не нужен, на мой взгляд, сейчас. Значит, есть спрос на предметную оппозицию по этим конкретным направлениям. То есть вообще не надо Путина превращать в какую-то, так сказать, ну вот метафизическую проблему. Это совокупность, есть совокупность решений, совокупность, так сказать, политик. То есть я правильно понимаю, Михаил, что оппозиция, неважно какая, левая, правая, по центру, на сегодняшний день не предлагает альтернативу. Она вообще об этом и говорит практически. Оппозицию это не интересует. Оппозицию вот сейчас, если говорить о внепарламентской оппозиции, ее интересует антипутинский карнавал. Я уверен, что из этого антипутинского карнавала ничего не выйдет. Если именно в плане альтернативы. Если возникнет какая-то альтернатива, то может быть скорее где-то там в региональных элитах каких-то она возникнет. Может быть в нынешней части правящей бюрократии. Да, да. В бизнесе. Как потенциально может быть. А из антипутинского карнавала, ну вот мы когда-то говорили об аналогии между отношениями Деголи и той молодежи, которая в 68-м году была. Может выйти вот такая вот история. То есть эта молодежь, она не сформировала новую власть, она просто изменила атмосферу. Только, кстати, о чем говорил Юлий в самом начале, про поводу студентов. То есть, конечно, эти люди атмосферу очень сильно меняют. Они, вот такая инфильтрация произойдет, но она будет диффузная, а не сконцентрированная. Понятно, что эта оппозиция станет диффузной. Она проникнет в каждую пору, она проникнет в клетку мозга единоросса, значит, каждого, да. Но она не соберется, так сказать... Мозги единоросса не воспримет это. Воспримет, да. Смотря кто. Но она не соберется вот такой концентрической какой-то вот субъект, который скажет, вот есть такая партия, дальше действовать будем мы. Знаете, вот все-таки интересный этап мы сейчас переживаем. У меня нет вот такого личностного, как говорят, ничего личного, да, в отношении Владимира Путина. Я, безусловно, считаю, что ему пора завершать свою большую политическую карьеру. Кстати, успешную. Кто бы мне что ни говорил, он многих переиграл реально. Как политик. А политика это дело циничное. Вот тут не согласен. Он смог, нет, он переиграл, согласен. Он все-таки переиграл. Я, Юрий, не согласен с тем, что политика делала циничное. Понимаете, в чем дело? Я объяснил. И это, на самом деле, страшный штамп, который бы я, ну, если можно, так сказать, рекомендовал бы не использовать. Дело в том, что в социальном регулировании есть два регулятора универсальных. Право и политика. И сама по себе политика не является циничной. Она становится циничной, когда изобновляются циничные люди. Кто-то забывается право, да, и по понятиям все начинается. Но без регулятора, без политического регулятора невозможно развитие ни общества, ни государства. Но на ваш взгляд, все-таки Путин реально готов к реформам? Нет. 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 Еще раз говорю, система не готова. Мы же это договорились. То есть он, может быть, сам лично готов? Да он сам, нет. Вот одна из его слабых сторон, о которых я сказал, у него очень низкая политическая культура и вообще культура вообще. И он не готов к реформам. Как у персоны, как у личности. Как у личности. Он личность-то, в общем, ну, мягко говоря, про крошку Цахис я не случайно вспомню. А вот здесь я бы все-таки поспорил. У Путина потрясающая обучаемость, способность к росту. Это одна из важных характеристик личности. Все-таки способность к росту. Обучаемость фантастическая. Ну, смотрим мы у Путина в начале исполнения его президентских полномочий и сейчас. Это действительно другого уровня, другого уровня лидер. У меня, кстати, был на прошлой неделе, простите, Алексей Кудрин, да, он мне, кстати, тоже привел пример о том, что Путин обучаем. Он впитывает. Ну, речь шла о финансах и об экономике, да? Это слова Кудрина. Ну, в других вопросах то же самое. Он это почувствовал. То есть был Путин один, грубо говоря, в начале нулевых с определенным набором знаний об экономике и финансах. И, ну, не знаю, это реверанс Кудрина или нет, но, тем не менее, он утверждает, что обучаемость. Вы знаете, я определенную проблему вижу в том, что вот сейчас Путин дозрел до той повестки дня, которую ему стоило бы реализовывать в начале нулевых годов. Вот, хотя исторически, вот сейчас, лично для него как политика, актуальна уже другая повестка дня. Вот в начале нулевых годов надо делать то, чем он озабочен сейчас. Проводить активную промышленную политику. Восстанавливать интеграционные связи на постсоветском пространстве, значит, создавать, там, не знаю, кластеры какие-то, там, высокотехнологичная наукоемка промышленности. Я не вижу активной экономической политики. Нет, нет, промышленность, он сейчас все время, вот, как бы, это его внутренняя повестка, как мне кажется. Он сейчас думает, вот, действительно, вот, посмотрите, статьи, выступления, посмотрите, там, да, вот, освоение внутреннего Востока, Сибирь, Дальний Восток. Статьи классные. Вот, значит, приоритеты, то есть повестка, у него созрела сейчас та повестка, значит, которая была гиперактуальна в начале нулевых годов, и вот, если бы тогда этим начали заниматься, не было бы упущенного десятилетия, вот, на мой взгляд. Значит, а вот сейчас уже, вот, в его исполнении эти темы могут просто не сыграть, хотя хочется, да, чтобы, значит, что-то из этого пошло всерьез, просто потому, что уже, так сказать, возникло, ну, время скорее для инфрациональных реформ, для демократизации, чем для концентрации ресурсов под эгидой, значит, вертикали власти и, так сказать, развития на этой автократической базе. Юрий Несневич. У меня другое впечатление. Он обучаем политтехнологически. Вот знаете, я не буду называть вам одного, то есть, действующего политика, который, когда он нанимался политтехнологом, они его стали проверять. Они ему сказали, мы с вами будем работать, но вот мы вам сейчас дадим задание, если вы его правильно выполните, то мы работаем. Они ему предложили выйти на улицу в одном светлом ботинке, в другом черном. Он вышел, они сказали, тогда мы с вами работаем. У Путина такая же обучаемость. Это обучаемость политтехнологическая. И вот те самые статьи, вот я... То есть, он умеет нравиться. Да. Причем не он, а он умеет, вот ему задают эту, то есть, задачку политтехнологии, он в нее очень точно встраивается. Потому что, ну, давайте называть вещи СММ. Мы прекрасно понимаем, что 7 статей этих знаменитых писал не Путин лично. Это писали люди, которые, то есть, специально понимали, что они пишут, если вы внимательно их почитаете. Вы знаете, я действительно хотел, чтобы у Путина, ну, мы договорились, что это образ системы, да, была вот та же промышленная политика. Михаил, для меня, знаете, пример вот яркий, он прямо вот эта картинка перед моими глазами. Это господин Чемизов, показывающий так называемый российский смартфон от Ростехнологии, да, произведенный в Китае. Простите, здесь ничего личного, да? То есть, конкретно, одна персона конкретно. А планшет, который Чубайс показывал у вас тоже? Не помните? Замечательный планшет. Который можно по башке бить, значит, классников. Краткий выпуск новостей на финам.фм, и затем ваши письма и звонки на финам.фм и 651099.6. 19 часов 48 минут. Большое реальное время. Сейчас у нас здесь гости. Буквально через, сколько, 12 минут у нас будут итоги дня. Но здесь и сейчас Михаил Ремезов, президент Института национальной стратегии, Юлий Несневич, политолог, профессор высшей школы экономики и тем программы, которая, я вижу, вызвала у вас повышенный интерес. И это очень хорошо, потому что касается абсолютно всех, в чем сила и слабость президента Владимира Путина. Вот, кстати, очень хорошее письмо. Сейчас я его найду. 651099.6, код Москва 495, финам.фм, наше средство связи. Василий пишет. Господи, о чем вы разговариваете? Я прям вижу, как он это писал. Вот как он набирал это письмо. Что вы говорите, вопроситель? Оппозиция хочет двух простых вещей. Честных выборов и реальной борьбы с коррупцией. Чем вам это не программа? Элементарно. Реальная борьба с коррупцией оптимальным образом протекает, если говорить именно о чрезвычайных мерах, в автократическом режиме. Ну, по крайней мере, такая оппозиция имеет право на существование. Вот представьте себе правитель, который формирует чрезвычайную антикоррупционную повестку. С высокой вероятностью он будет создавать сильные спецслужбы. С высокой вероятностью будут на определенный период драконовские законы в отношении, точнее, драконовские меры в отношении представителей элит. А если драконовские меры в отношении представителей элит, значит, опора на низовые ожидания. То есть, определенный популизм и ограничение, может быть, даже каких-то демократических инструментов, потому что демократия — это средство конкуренции элит и способ, с помощью которого элиты ограничивают верховную власть, условно говоря. Значит, поэтому, вот, вы назвали два запроса. Они при определенных обстоятельствах могут банально противоречить друг другу. Банально противоречить друг другу. Вот если вы хотите реальной антикоррупции, автократия вперед. Включились, значит, Сингапур. Это Михаил Ремезов, Юрий Несневич. Абсолютно не согласен. Вот тут уж совершенно не так. Я занимаюсь коррупцией специально. Есть только одно государство в мире, одно единственное, где действительно автократический режим победил коррупцию. Называется государство Сингапур. Ну вот я про него и вспомнил. Больше ни одного государства в мире. А Муссолини. Нет. Больше я... Мафию победил. Нет. Не надо. Никто они не победили. Они так же, как бы еще скажут, что в Советском Союзе не было коррупции. Нет, нет, нет. Ну, как бы, коррупция есть везде. Приемлемы или не приемлемы. Михаил, на Сицилию обидятся. Михаил, дело в том, что это моя, в общем-то, профессия. Значит, есть 22-25 государств в мире, в которых, так сказать, справились коррупции. Из них автократическое только одно. Сингапур. Понимаете? Все остальные государства, справившиеся с коррупцией, демократические. Норвегия, Швеция. Вот где низкий Дания. Нет, я не говорю, что нельзя справиться с коррупцией в демократическом режиме. Не говорю. Я говорю, что можно отработать эту тему автократически. Так что мало не покажется, и будет работать. На самом деле, это не совсем так, потому что вы не забываете, что Сингапур — это город-государство с населением 5 миллионов. И больше всего. Ни в одной большой стране никакими автократическими режимами не справляются с коррупцией. Идем дальше. 65-10-99-6, финам.фм. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Нет у меня времени ждать. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Александр. Да, пожалуйста, Александр. На мой взгляд, конечно, проблема в том, что власть действительно не готова к переменам. Она делает вид, что якобы она готова, и она что-то меняет. Но вот эти действия, когда правительство перекочевало в аппарат президента, ну это просто уже смешно и как-то даже грустно одновременно. Поэтому выход один все равно нужно каждому делать на своем рабочем месте, честно, в свой раз. И все будет хорошо. Да. Ну вот так вот. Нет, а я, кстати, я к этому призываю. А хорошо может и не быть, на самом деле. Нет. Вот те новости, которые идут сейчас на Финам.ФМ, они... Я обращаю внимание на экономику. Нет, а дело в том, что я абсолютно согласен, что вот для того, чтобы созрело то, о чем мы дискутируем, каждый человек должен взять на себя ответственность и на своем месте честно выполнять свои обязанности профессионально. Тогда созреет. Я думаю, мы с Михаилом здесь согласимся. Согласимся, хотя у нас по-прежнему возлагаются большие надежды именно на власть. Нет, ну да, но сегодня мы уже понимаем, что через власть это не решится. Это решится только, когда каждый человек наконец поймет, что от него тоже что-то зависит, и он может хоть чуть-чуть, хоть на шаг продвинуться вперед. Вот, понимаете, мы живем в системе, вы правы, мы живем в систему сетевой организации. И в сетевой организации каждый человек является очень эффективной, должен стать очень эффективной ячейкой. И вот только тогда произойдет звук. Я, знаете, кстати, вспомнил пример страны, которая очень на нас похожа, фактически неотличима, вот, и где автократическая модель преодоления коррупции сработала. При этом есть на массу других проблем, вы сразу меня заклюете, я его назову, это Республика Беларусь. Беларусь очень высокая коррупция, друг мой. Нет, Беларусь приемлемый уровень коррупции, не запредельный. Приемлемый уровень коррупции. Там нельзя дать взятку полицейскому. 2,4, у них 2,8. Это все составители рейтингов, которые имеют очень предвзятое отношение. Знаете, я, может быть, согласился с вами, но вчера у меня был Павел Медведев, советник представителя Центробанка господина Игнатьева. Кстати, вот вам пример Павла Медведева, который очень, так сказать, вытеснен из Единой России. Да, да, да. Вот пример еще один. Вот как просто сейчас вы заговорили о Беларуси неожиданно, да, и он вчера мне тоже сказал, знаете, неожиданно российские бизнесмены, которые устали от того беспредела, который творится в стране, уходят в разные, конечно, стороны. Одной из любимых мест Чехия и другие страны. Словакия. Ну и Беларусь. Объясню. Значит, есть такой феномен, он известен не только с Беларуси, я вам приведу еще пример. Маленькие Саудовские королевства. Это так называемые государства-стационарные бандиты. Смысл заключается в том, что весь доход экономики, в том числе и коррупционный, получает очень узкая группа людей или диктаторы. Тогда для них чиновники воруют из их кармана. И они немножко зажимают в этом смысле чиновников. Но при этом коррупция... Вы правильно объяснили, я не спорю, но это одна из технологий. Да, но коррупция в этом смысле, она в общем, в общей своей массе, она не очень сильно меняется. Нет, она меняется очень сильно. Просто она не... Извините, в Беларуси действует закон. То есть там действительно действует закон, как-то не смешно. Концентрируется на уровне более ограниченного круга людей, она становится... Подкуп становится дороже. 65, 10, 99, 6. Финам.фм. Наши средства связи. Здесь Михаил Ремезов и Юрий Несневич. Говорим на тему, в чем сила и слабость президента Владимира Путина. Единственная просьба ко всем. Сейчас лаконично, потому что у нас не так много времени осталось. Добрый вечер. Алло. Здравствуй, Юрий. Да, добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Не знаю, получится ли лаконично. Я хотел небольшую ремарку внести по поводу рейтинга Путина. Значит, я живу в подмосковном таком городочке, и я был наблюдателем на выборах. И вы знаете, из 50% явившихся на участок, где-то, наверное, процентов 70, тех, кто проголосовал за Путина, были старые-старые бабушки. Причем одна бабушка могла вести за собой какую-нибудь хромую, она была слепой. Вот они все... Александр, ну подождите. Люди старшего поколения имеют такое же избирательное право, если их право подойдет. Да, вот я так хочу почувствовать. Юрий, я готов ответить на этот вопрос. Дело в том, что анализ покажет, что действительно в нашем обществе с 90-х годов существует порядка 25-30% людей, для которых власть сакральна. Это вот та часть, которая... Неважно, Борис Ельцин. Неважно кто, коммунисты, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев. И вот эта часть в основном голосует за Путина. Потому что если вы возьмете и наши лукавые относительные цифры, а цифры по отношению к числу избирателей, то никогда больше 45% реально не было. Если вы из этого числа уберете все это всем известные фокусы, то мы выйдем на эту цифру 25-30%. Я не соглашусь с объяснением. Может быть гораздо больше власть сакральна для коммунистов, положено, для электората КПРФ. И поэтому они голосуют против Путина, потому что он не соответствует тому сакральному образу, который у них есть в голове. Я понимаю, да. А выбор, то, что за Путина голосуют пенсионеры, женщины часто, связан с таким маркетинговым, значит, с такой закономерностью, когда люди ориентируются на рынки, в котором они не разбираются, они выбирают самый знакомый бренд. То есть это просто эффект того, что люди, которые не интересуются политикой, не живут политикой, активно не получают политическую информацию, ориентируются на самый знакомый, так сказать, продуманный бренд. В чем-то я с Михаилом согласен, на самом деле, уж если про маркетинг заговорили, да. Когда выбор, вот я, знаете, я помню первые свои чувства, когда мне было 17 лет, я прилетел в Нью-Йорк первый раз и зашел в супермаркет, да, и увидел 100 с лишним вот этих вот разных, простите, сухих завтраков, да, и выбрать это было сложно. И я понимаю, что если бы на тот момент у меня был бы какой-то, вот знаете, исторический шлейф с детства, я бы выбрал именно этот бренд. Ну, может быть, я не очень точно говорю, но тем не менее, да. На самом деле, вся часть, которая бывает, по-патерналистски относится к ВСЦ. Вот о чем, может быть, не совсем точно я сформулировал. Идем дальше, вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот... А как вас зовут, простите? Вячеслав. Да, Вячеслав, ага. Значит, я полностью согласен, значит, с вашими гостями о том, что, значит, нужна какая-то программа для того, чтобы дальше продвигаться в обществу. Ну, я считаю, что вот без дестонализации, которая в нашем обществе стояла... А, дестонализация, да-да-да. Не будет, да, дестонализация. Не будет ни новой конституции, не будет подзаконных актов. Вот, если мы движемся в сторону цивилизованного мира, где правит закон, значит, новую законодательную систему можно построить только на новой морали. Новая мораль вытекает, значит, совершенно правильно сказали гости, что должны быть совершенно новые люди. Абсолютно. Вот это сто процентов, значит. И то, что вот у нас не было иллюстрации, это все результат. Мы 20 лет жуем эту жвачку, мы еще будем 50 лет ее жевать, понимаете? К чему все это приведет? Вот, поэтому люди сейчас, так сказать, быстро меняются при помощи того же интернета. И в 21 веке уже невозможно морочить голову. Я вот смотрю даже ваши радиостанции. Сейчас по многим радиостанциям не боятся. Даже станции, газеты, они уже не боятся этого власти. Понимаете? Они в открытую все говорят, в открытую обсуждают. Поэтому вот у вас тут два мнения, как бы, альтернативных. Я думаю, тот человек, который, ну, как бы, считает, что можно, так сказать, постепенно трансформировать, эволюционировать, нет. Мы 20 лет стоим, вот идем по одному кругу. Почему? Потому что основа советской власти, это было беззаконие. Да, Вячеслав, спасибо большое. У нас просто время, я хочу еще услышать ваш комментарий. Я сторонник иллюстрации, только надо понимать, что идет речь не о политической иллюстрации сейчас. Нужна иллюстрация, надо из системы управления страной вывести людей, которые принимали участие в управлении раньше. Вопрос не в политике. У этих людей нет идеологии. И вот это, это принято называть иллюстрацией, но это немножко другой термин. Это не по политическим мотивам, по мотивам управленческим. В связи с десталинизацией, на мой взгляд, абсолютно ложный путь, потому что это один из способов поддержания в обществе сталинистского невроза. То есть это один из способов ретрополитики, бесконечного сведения счета с прошлым. Чем больше десталинизации, тем больше сталинизма. Закон железный, 100% будет так. А то, что необходима новая мораль, новая этика для правящих групп, это 100%. Вот, допустим, если брать, опять же, опыт постсоветской трансформации в странах Варшавского блока, то там этой новой моралью стала мораль национального государства. Да, но и там везде была иллюстрация. Этика нового национализма. Я к тому, что если не будет это в качестве альтернативы вот этой вот сакрализации власти, а этой можно назвать сталинизмом, так сказать, в каком-то, так сказать, в метафизическом смысле, этика национального государства, если этого не будет, то не будет никакой новой этики у новой правящей команды. Она будет такая же, только может быть хуже. Спасибо вам огромное, господа. Наше время завершилось. Это первый час большого реального времени. У нас в гостях были Михаил Ремезов и Юлий Несневич. Сейчас выпуск новостей и затем итоги дня. Оставайтесь с нами на 99,6.